И в продолжении медицинская тема. В течение трех дней лор-врачи из разных регионов России обсуждали в Новосибирске проблемы диагностики, лечения и реабилитации. Операции пациентам с хроническим отитом провел ведущий отохирург страны Хасан Диаб. Трансляцию мастер-класса увидели десятки специалистов и моя коллега Наталья Цопина. Уже через час Владислав Петрашов будет на операционном столе. Ухо заболело два года назад после простуды. Летнее обострение показало – консервативными методами лечения не обойтись. Дочка пробовала нарисовать и ушко, и сердечко. Два ушка, как она сказала, но там больше не сердечко похоже. Двойняшки Маша и Илья пишут письма папе и каждый день лично отдают их в больнице. К здоровью дошколят в семье относятся ответственно, но палку не перегибают. Волков боятся в лес не ходить. Ну что там, шапки-ушанки в июле. Кстати, я простыл-то где-то в июне, когда уже такой переходящий момент. Вроде как уже и шапки не нужны, и все равно еще где-то поддувают. Простывать нельзя. Как никто знает, Валентина Готовченко – жительница Бердска, опытный боец за здоровье. Слух у нее продолжает садиться, даже несмотря на несколько операций. В возрасте четырех лет простыла, и начались проблемы. Хронический отит. И болит до сих пор. В Новосибирске школу ото-микрохирургии проводят уже шестой раз. В этом году операции пациентам с хроническим отитом выполняет ведущий врач страны Хасан Диаб. Среди пациентов, которые по ото-риноларингологии, более 25% пациентов, они имеют ушную патологию. Мы спасаем их от тяжелых осложнений, потому что уши оперируются в первую очередь для профилактики черпно-мозговых осложнений, осложнений, которые связаны с синусом тромбоза. Поэтому эти операции проводятся для того, чтобы спасать людей от практически летального исхода. Проводят мастер-классы на базе областной больницы. Сейчас это основная площадка в регионе, где выполняют подобные операции. Три года. Мы по году оперируем примерно 180-200 операций подобных. Каждый год. Причем последние все годы только эндоскопически, только малоинвазивно. И, условно, возникают вопросы. Чем больше ты оперируешься, тем больше ты занимаешься этой проблемой, тем больше возникает вопросов, как всегда. Появились вопросы? Можно задать их в режиме онлайн. Трансляция из операционной идет в конференц-зал. Уже практически в штабе зафиксировали лоскоп. Медики говорят, всегда есть нюансы, которые можно почерпнуть у опытных врачей. И иногда, казалось бы, мелочи вносят весомый вклад в развитие микрохирургии. Наталья Цопина, Евгений Агеев, Новости ОТС.